Друзья, привет! Эта глава была очень большой, поэтому я разделила ее на две части. Вторая часть, как обычно, выйдет в следующее воскресенье. Приятного просмотра! На холме под Вязом был установлен длинный стол, чтобы лорд Тайвин мог отужинать со своими рыцарями. Его огромный красно-золотой штандарт развивался над ними, на высоком древке. Тирион прибыл поздно. Угрюмый он ковылял по склону, отчетливо представляя, как забавно он должно быть выглядит. Дневной переход был утомительным, и карлик подумал, что сегодня вечером может хорошенько напиться. Повара подавали зажаренных поросят. От запаха у Тириона потекли слюнки. Прошу прощения, начал он, занимая место на скамье рядом с дядей. Возможно, мне лучше поручить тебе хоронить убитых, Тирион, проговорил лорд Тайвин. Если ты опоздаешь на битву так же, как к столу, сражение закончится до твоего появления. О, конечно, ты можешь оставить мне одного-двух крестьян, отец, ответил Тирион. Но не слишком много. Я не хочу быть жадным. Он наполнил кубок вином и наблюдал, как слуга разделывает свинью. Более приятного зрелища Тирион не видел целый век. Разведчики Сира Аддама говорят, что войско Старков двинулось на юг от близнецов, сообщил отец. К ним присоединились новобранцы лорда Фрея. Они, вероятно, не более чем в дне пути к северу от нас. Пожалуйста, отец, попросил Тирион. Я хочу поесть. Мысль о встрече с мальчиком Старком лишает тебя мужества, Тирион? Твоему брату Джейме не терпелось бы сразиться с ним. Я предпочту разделаться с этой свиньей. Роб Старк и в половину не такой нежный, и от него никогда не пахло так вкусно. Угрюмый лорд Лефорт, отвечавший за их запасы, наклонился к Тириону. Надеюсь, ваши дикари не разделяют вашего нежелания, иначе мы зря потратили на них добрую сталь. Мои дикари найдут отличное применение вашей стали, милорд, ответил Тирион. Лефорт нахмурился. Сегодня я видел того огромного и волосатого, который настаивал, что у него должно быть два боевых тяжелых топора. Шага любит убивать обеими руками, сказал Тирион, когда перед ним поставили блюдо с дымящейся свининой. Сир Киван наклонился вперед. У нас была мысль поставить тебя и твоих одичалых в авангарде. Сиру Кивану редко приходила в голову мысль, которая не пришла бы сначала к лорду Тайвину. Тирион насадил кусок мяса на острие кинжала и поднес к рту. Теперь он опустил его. Авангард? С сомнением повторил он. Либо у его отца появилось уважение к способностям Тириона, либо он решил избавиться от своего позорного соперника. Мрачное предчувствие подсказало Тириону правильный ответ. Они кажутся мне достаточно свирепыми, сказал сир Киван. Свирепыми? Позвольте мне рассказать, насколько они свирепы. Вчера ночью лунный брат зарезал каменного ворона из-за сосиски. Сегодня три каменных ворона схватили его и перерезали ему горло. Возможно, они надеялись вернуть сосиску. Бронну удалось удержать Шагу от отрубания члена-мертвецу, что было большой удачей. Но Ульф требует кровавых денег, которые Кон и Шага отказываются платить. Когда солдаты не соблюдают дисциплину, виноват их командир, сказал отец. Джейме всегда умел заставить людей следовать за ним и умереть, если придется. У Тириона не было этого дара. Верность он приобрел золотом, а повиновение – именем. Более крупный мужчина смог бы вселить в них страх. Вы это хотите сказать, милорд? Лорд Тайвин повернулся к своему брату. «Если люди моего сына не подчиняются его приказам, быть может, авангард – не место для них. Без сомнения, им было бы удобнее в ТУ, охраняя наш обоз». «Не делай мне одолжений, отец», – сердито сказал Тирион. «Если ты не можешь предложить мне ничего другого, я поведу авангард». Лорд Тайвин изучающе посмотрел на сына. «Я ничего не говорил о командовании авангардом. Ты будешь подчиняться Сиру Григору». Откусив кусок мяса, Тирион пожевал его и сердито выплюнул. «Я не голоден», – сказал он, неуклюже поднимаясь со скамьи. «Прошу извинить меня, милорды». Лорд Тайвин наклонил голову, отпуская его. Тирион пошел прочь, чувствуя спиной их взгляды. Позади него раздался взрыв смеха. Но он не оглянулся и понадеялся, что все они подавятся этими поросятами. Сгустились сумерки. Лагерь Ланнистеров раскинулся на многие мили. Среди людей, лошадей и деревьев было легко заблудиться. Что Тирион и сделал. Он миновал дюжину огромных шатров и сотню костров. Запахло чесночными колбасками. Вдалеке нестроенный хор завел песню. Чуть дальше двое копейщиков отрабатывали выпады. Никто не обращал на Тириона внимания. Он был окружен людьми, присягнувшими Дому Ланнистеров. Огромным войском в 20 тысяч человек. И все же он был один. Он нашел стан каменных воронов лишь по грохочущему хохоту Шагги. Каждый клан собрался вокруг своего очага. Скромная палатка, которую он выпросил у лорда Лефорда, была поставлена в центре четырех костров. Тирион увидел Бронна, делившегося вином с новыми слугами. Лорд Айвин прислал сыну Конюха, слугу, и настоял, чтобы он взял оруженосца. Они сидели вокруг углей небольшого костра. С ними была девушка. Стройная, темноволосая, не старше 18 лет. Тирион мгновение изучал ее лицо, прежде чем заметил в золе рыбные кости. «Что вы ели?» «Форельми, лорд», — ответил Конюх. Бронна ловил рыбы. «Форель, поросенок, проклятый отец», — подумал Тирион. У него в животе заурчало. Его оруженосец, мальчик со зловещим именем Подрик Пейн, проглотил то, что собирался сказать. Парень был дальним родственником Сира Иллина Пейна, королевского палача, и почти таким же тихим, хотя не из-за отсутствия языка. Тирион подозревал, что парня ему навязали в качестве злой шутки, а посему обратил внимание на девушку. «Это она?» — спросил он Бронна. Она изящно поднялась и посмотрела на него сверху вниз. «Да, милорд. И она может говорить сама за себя, если вам так угодно. Я Тирион из дома Ланнистеров. Люди зовут меня Бесом. Моя мать назвала меня Шаей, а мужчины зовут... часто». Бронн рассмеялся, и Тириону пришлось улыбнуться. «Проходи в палатку, Шая. Будь так добра». Он приподнял для нее полог. Жизнь солдата имела определенные преимущества. В конце дневного перехода Тирион отправил Бронна, чтобы тот нашел ему подходящую шлюху. Он поднял свечу и оглядел девушку. Бронн постарался. Стройная, с глазами Ланни и улыбкой. То застенчивой, то наглой и порочной. Ему это понравилось. «Мне снять платье, милорд? В свое время. Ты случайно не девствен, Шая? Если вам так угодно, милорд», — сказала она. «Мне угодно слышать правду». «Хорошо, но это обойдется вам в два раза дороже». Тирион решил, что они прекрасно поладят. «Я Ланнистер. Золота у меня предостаточно. Но я хочу от тебя больше, чем то, что есть у тебя между ног. Хотя это я тоже захочу. Ты будешь делить со мной шатер, наливать мне вино, смеяться над моими шутками и растирать мои ноги после дневных переходов. И неважно, продержу я тебя день или год. Но пока мы вместе, ты не примешь в свою постель никого другого». «Достаточно справедливо». Она потянулась к подолу своего платья из грубой ткани и одним плавным движением стянула его через голову. Под ним не было ничего. Тирион взял девушку за руку и нежно притянул к себе. Шая наклонилась, чтобы поцеловать его. Ее умелые пальцы нашли застежки на его одежде. Тирион подозревал, что восторг свой она изобразила. Но она сделала это хорошо, и ему было все равно. Такой правды он не жаждал. Она была нужна ему, понял Тирион, когда она тихо лежала в его объятиях. Она или кто-то похожий на нее. Прошел почти год с тех пор, как он спал с женщиной. Это было, когда он ехал в Винтерфелл в обществе своего брата и короля Роберта. Он вполне мог умереть завтра или послезавтра, так что лучше сойти в могилу, думая о Шае, чем об отце Лиззи Аррен или Кейтлин Старк. В его голове зазвучала песня. Мягко, тихо он начал насвистывать. «Что это, милорд?» прошептала Шая, прижимаясь к нему. «Ничего», — ответил он. «Песня, которую я выучил в детстве. Спи, милая». Когда ее глаза закрылись, Тирион осторожно выскользнул из шатра, чтобы помочиться. Брон сидел под каштаном и точил меч. «Где ты нашел ее?» спросил его Тирион. «Отобрал у рыцаря». «Он не хотел отдавать ее, но ваше имя изменило его настроение». «Ну и мой кинжал у горла». «Великолепно», — сухо сказал Тирион. «Кажется, я просил найти мне шлюху, а не врага». «Хорошенькие все предели», — сказал Брон. «Охотно отведу эту обратно, если ты предпочтешь беззубую коргу». Тирион прохромал к месту, где сидел наемник. «А ты не запомнил имя рыцаря, у которого отобрал ее?» «Я бы предпочел, чтобы его не было рядом со мной в битве», — сказал Тирион. «В битве я буду рядом с тобой, карлик». Тирион кивнул. «Проследи, чтобы я выжил в этой битве, и можешь требовать, что захочешь». «Кто захочет убивать таких, как ты?» «Мой лорд-отец, например». «Он поставил меня в авангард». «Я бы сделал то же самое». «Маленький воин за большим щитом. Лучникам придется постараться». «Я нахожу тебя странно веселым», — сказал Тирион. «Я должно быть сумасшедший». Когда Тирион вернулся в шатер, Шая сонно пробормотала. Я проснулась, а милорд исчез. Милорд вернулся. Он лег рядом с ней. Тирион спросил, у кого отобрал ее брон. Шая назвала мелкого вассала кого-то из незначительных лордов. «Его можно не опасаться, милорд. Он маленький человек». «А кто я, скажи на милость?» «Великан?» Спросил Тирион. «О, да», — фрамурлыкала она. «Мой великан Ланнистер». А потом на какое-то время Шая почти заставила Тириона поверить в это. Он заснул, улыбаясь. И проснулся во тьме от рева труп. Шая трясла его за плечо. «Милорд!» — прошептала она. «Проситесь, милорд, мне страшно!» Пошатываясь, он сел и откинул одеяло. Звук рога призывал поторопиться. Раздавались крики, звон копий, ржание лошадей, но ничто не говорило о сражении. «Боевой сбор! Я думал, Старк в дне пути отсюда!» — сказал он. Шая растеряно затрясла головой. Глаза ее расширились. Застонав, Тирион поднялся на ноги и позвал оруженосца. Снова зазвучали трубы. Рыцари запрыгивали на лошадей. Латники на бегу застегивали пояса с мечами. Когда он нашел пода, мальчик тихо похрапывал. Тирион резко ударил его ногой по ребрам. «Доспехи и побыстрее!» — сказал он. Брон выехал из тумана уже на коне, в доспехах и потрепанном полушлеме. «Ты знаешь, что случилось?» — спросил Тирион. «Мальчишка Старк напал на нас. Он прокрался ночью, и теперь его войско находится менее чем в миле к северу отсюда, выстраиваясь в боевой порядок. Скорее!» — зазвучали трубы. «Скорее! Скорее! Скорее!» «Проследи, чтобы горцы были готовы!» Тирион нырнул в шатер. «Где моя одежда?» — рявкнул он Шае. «Вот! Нет! Кожа, черт возьми! Да принеси мне сапоги!» Пока он одевался, оруженосец приготовил доспехи. Вообще-то у Тириона был прекрасный доспех, подогнанный под его тело. Увы, он пребывал в полной безопасности на утесе Кастерли. Так что карлику пришлось довольствоваться вещами, собранными из фургонов лорда Лефорда. Какие-то были богато украшены, другие — нет. Ни одна деталь не подходила к другой и не сидела как следует. Шая помогала Поду с застежками. «Если я погибну, оплакивай меня!» — сказал Тирион шлюхе. «А как ты узнаешь?» «Дёртвый-то! Узнаю! И я так думаю!» Шая опустила на его голову шлем, а Под прикрепил его к воротнику. Тирион застегнул пояс, потяжелевший от короткого меча и кинжала. К тому времени конюх подвел коня. Под вручил щит, доску из тяжелого железа ствола, окованную сталью. Наконец ему подали боевой топор. Шая, отступив назад, оглядела его. Милорд выглядит устрашающе. «Милорд выглядит карликом в неподходящих доспехах», — кисло ответил Тирион. «Но я благодарю вас за доброту. Подрик, если битва сложится против нас, проводи леди домой». Он оцалютовал ей топором и направился прочь. Желудок Тириона свернулся в тугой клубок. Позади него слуги поспешно собирали шатер. Из-за горизонта показались первые лучи солнца. Тирион подумал, был ли это последний восход солнца, который он увидит. И была ли эта мысль свидетельством его трусости. Думает ли о смерти его брат Джейме перед битвой? Вдали прозвучал боевой рок. Глубокая скорбная нота холодила душу. Горцы садились на своих тощих лошадей, выкрикивая проклятия и грубые шутки. Некоторые, казалось, были пьяны. Восходящее солнце выжигало плывущие завитки тумана, когда Тирион повел свой отряд. Горцы следовали за ним. В лучах зари армия лорда Тайвина Ланнистера распустилась, как железная роза. Его дядя возглавит центр. Сир Киван поднял штандарты на королевском тракте. С колчанами у поясов пешие лучники выстроились в три длинные шеренги и спокойно натягивали луки. Между ними квадратом стояли копейщики. Позади них выстроились латники. Три сотни тяжелой конницы окружали сира Кивана и лордов-знаменосцев. Правое крыло полностью состояло из кавалерии. Почти четырех тысяч человек. Три четверти рыцарей были собраны там, образуя огромный стальной кулак. Командовал сир Адам Марбранд. Его лорд-отец оставался на холме, где спал. Вокруг него собрался резерв. Огромное войско, наполовину конное, наполовину пешие. Пять тысяч человек. Лорд Айвин почти всегда предпочитал командовать резервом. Он занимал возвышенность и наблюдал за битвой, вводя свои войска тогда и там, где они были больше всего нужны. Даже издалека его лорд-отец был великолепен. Боевые доспехи Тайвина Ланнистера посрамили бы Джейме. Его сшитый из бесчисленных слоев золотой парчи плащ был таким тяжелым, что едва колыхался, даже когда лорд Тайвин бросался в атаку. И таким большим, что закрывал почти все задние ноги коня. Обычная застежка не справилась бы с таким весом. Поэтому плащ удерживался на месте парой маленьких львиц, сидевших на плечах лорда Тайвина. Самец с великолепной гривой возлежал на шлеме, загребая лапой воздух и ревя. Все три льва были золотыми, с глазами из рубинов. Доспехи лорда Тайвина покрывала темно-алая эмаль. Все застежки были позолочены, а сталь отполирована до такого блеска, что в лучах восходящего солнца горела огнем. Тирион уже мог слышать грохот барабанов противника. Он вспомнил Роба Старка таким, каким видел его в последний раз. На высоком троне его отца в большом зале Винтерфелла, с обнаженным мечом в руках. Он вспомнил, как из теней на него набросились лютоволки, и внезапно снова увидел их. Рычащих, оскаливших зубы перед его лицом. Взял ли мальчик на войну своих волков? От этой мысли Тирион устала не по себе. Северяне должно быть устали после долгого бессонного марша. Тириону стало интересно, о чем думал парень. Неужели он надеялся застать их врасплох во время сна? На это было немного шансов. Что бы ни говорили, Тайвин Ланнистер не был дураком. Авангард собирался слева. Сначала он увидел штандарт. Три черных пса на желтом поле. Под ним, на самом большом коне, которого Тирион когда-либо видел, восседал Григор. Поглядев на него, Брон ухмыльнулся. В бою всегда следуй за Рослым. Из него получается великолепная мишень. Он привлечет внимание каждого лучника на поле боя. Рассмеявшись, Тирион поглядел на гору свежим взглядом. В Клигане не было никакого великолепия. Его тускло-серые доспехи были покрыты шрамами, оставленными долгим употреблением. Сир Григор указывал людям их позиции двуручным мечом, которым он размахивал одной рукой, как кинжалом. Того, кто побежит, я зарублю сам, прорычал он, заметив Тириона. Бес, налево, удерживай реку, если сможешь. На левый фланг левого фланга. Чтобы обойти их, Старкам потребуются кони, способные бегать по воде. Тирион повел своих людей к берегу. «Видите!» – крикнул он, указывая топором. «Эта река наша! Что бы ни случилось, держитесь возле воды! Пусть ни один враг не встанет между нами и нашей рекой! А если они осквернят наши воды, отрубите им члены и скормите их рыбам!» Шагга, державший по топору в каждой руке, звонко стукнул ими друг от друга. «За полумужа!» – закричал он. Остальные каменные вороны присоединились к его боевому кличу. Черноухие и лунные братья – тоже. Тирион оглядел поле. Его сердце грохотало, лоб покрылся холодным потом. Это крыло тоже состояло из кавалерии. Но если справа был кулак из рыцарей и копейщиков, то авангард состоял из отбросов. Конных лучников в кожаных куртках, нестройной массы вольных всадников, полевых рабочих с косами и ржавыми мечами, недоученных мальчишек из лани спорта, ну и Тириона с его горцами. Еда для ворон. Пробормотал Брон, озвучивая то, что Тирион оставил невысказанным. Он смог только кивнуть. Неужели его лорд-отец сошел с ума? Нет копейщиков, горстка лучников, несколько рыцарей, плохо вооруженных и без доспехов, под командованием бездумного зверя. Как мог его отец ожидать, что эта пародия на боевые ряды удержит его левый фланг? Но на размышления не было времени. Барабаны звучали так близко, что у Тириона по коже побежали мурашки. Брон обнажил меч, и внезапно враг оказался перед ними, вскипая на вершинах холмов, наступая размеренной поступью за стеной щитов и пик.